Линдси и Огилви ненавидели друг друга всей душой. — Что? Об этом я не слыхала ни звука, — удивленно сказала Мина. — Пожалуйста, дядя, расскажи мне об этом. — Для этого явно не хватает твоего образования, дитя, и я вынужден заполнить этот пробел. Он подался немного назад, прислонился к борту лодки, откашлялся и начал. — Это было зимой 1445 года, то есть около 400 лет назад, когда некий Александр Огилви вступил в этой местности в должность, которую до тех пор занимал Линдсей. Я так никогда и не смогу узнать, почему же этот Линдсей должен был отказаться от своей доходной службы. Известно, что он не хотел просто так признать себя побежденным, а обзавелся множеством сторонников и энергично выступил против Огилви и его друзей. Произошли кровавые события. В одной битве, случившейся вблизи Аброута, было свыше 500 убитых. Мне от всего сердца жаль, что Огилви потерпели тогда поражение. Но тут ничего не поделаешь. Ведь кто не рискует, не выигрывает. И если потерял мужество, то потеряешь все. Что? Лейтенант Линдсей рассмеялся. Это правда, но это старая история о том, что бегущий противник остается в живых, а позднее заставляет говорить о себе. Хм, может так, а может и нет, задумчиво ответил Огилви, продолжая свой рассказ. — Если вы думаете, что Огилви сбежали, то вы сильно ошибаетесь. Они боролись, как львы, пока с ними не разделались поодиночке. — Этого я вовсе не хочу оспаривать, — улыбаясь, возразил лейтенант. — Ибо Огилви показали себя неотдалимыми более чем однажды. И, повернувшись к Мине и Робу, он спросил. — Вы, наверное, уже слышали о нападении француза Фолля на наш городок и о героизме некоего Огилви. О капитане Фолле мне часто рассказывала матушка Брандт. — А вот о подвигах Огилви я ничего не знаю, — ответила Мина. — О, значит, вам не рассказали самые интересные части всей истории. — Как же так, мой дорогой Огилви? — Не о чем рассказывать, лейтенант. — Не надо быть таким скромным, дружище! — воскликнул лейтенант. — Да, фрейлин Мина, ваш дядюшка — образец скромности. — Это так на него похоже! Не рассказать вам о самом главном. Я должен это исправить. Слушайте же хорошенько. В 1791 году, во времена войны с Францией, во второй половине майского дня к нашему берегу осторожно приблизился парусник. По-видимому, это был чужой корабль, поскольку Аброуд лежал вдалеке от места боевых действий. Никто сначала и не встревожился. Но тут чужое судно вдруг подняло французский флаг и выпустило из пушек по городу несколько ядер, пролетавших буквально над головами любопытных, столпившихся на берегу. Только теперь все зашевелились. Люди беспомощно заметались, так как мирный Аброуд был вовсе не подготовлен для такого серьезного нападения. Французы отправили хорошо вооруженную лодку с белым флагом. После прибытия соскочивший на сушу офицер передал подоспевшему бургомистру письмо. В этом письме капитан Фоль призывал наш город покориться французскому флагу и привезти на борт его корабля бургомистра и нескольких других самых уважаемых граждан в качестве заложников. Если это требование останется невыполненным, то город будет превращен в руины. После того, как бургомистер прочел письмо, он с почтительными поклонами попросил у французского офицера разрешения немного посоветоваться с членами муниципалитета своего города. Он дал знак людям из своего окружения следовать за собой. В одном из ближайших домов он еще раз прочел послание вслух, а затем сказал. — Люди! Это старый лиса думает, что мы у него в лапах, но он действует, не принимая в расчет обстоятельств. Самое важное для нас — это выиграть время. Кто-то должен немедленно скакать в мантрос и привезти на помощь граждан. Спустя несколько мгновений всадник уже был в пути, а бургомистер написал фолю несколько строчек, запечатал письмо и передал его ожидавшему офицеру со многими поклонами. Да, старый добрый бургомистер был дипломатом. Француз, уверенный в победе, сел в лодку и отплыл на корабль. Однако уже через полчаса он вернулся обратно с ответным посланием. В своем письме наш бургомистер, чтобы выиграть время, просил более подробных условий капитуляции. На эту просьбу Фоль ответил только, что он требует 30 тысяч фунтов стерлингов наличными и 6 уважаемых граждан города в качестве заложников. В случае невыполнения этого требования город будет уничтожен. «Хотя и не знаю», — продолжал лейтенант Линцей, — «какими словами отвечал бургомистер французу, но у письма были рога и зубы, в этом я убежден. Бестыдные условия француза были отклонены, и от Фоля потребовали явиться в город лично, чтобы ознакомить его, в свою очередь, с условиями города, конечно, превосходившими по своему бесстыдству его собственные. Фоль, должно быть, бушевал от ярости». Потом бургомистер немедленно послал курьера к Огилви. Вскоре явился и он, молодой человек, конечно, очень похожий на нашего уважаемого капитана. «Да-да, это так, мой дорогой Огилви!» «Как сильно вы не качали бы головой!» Бургомистер обратился к нему. «Огилви, теперь надо бороться. Вы разбираетесь в оружии, и я знаю, что могу на вас положиться. Всем я поручаю вам перевести город на военное положение. Нам не следует бояться его пушек, но высадка его команды будет для нас очень неприятной. «Мы должны предупредить бой! Надо поторопиться!» Это поручение было как раз во вкусе Огилви. Вскоре уже все люди были оповещены, и каждый знал, что он должен делать. Множество мужчин и молодых людей двигалось городским воротом со стороны побережья с ружьями, пистолетами, саблями, многие скосами, вилами, топорами и другим походным снаряжением. Женщины и дети с помощью барабанов, литавр, кухонных горшков и медных чанов устроили за городской стеной такой оглушительный шум, что его было слышно далеко в море. Часть колонны встала перед городскими воротами и начала возводить укрепления на небольшом холле перед городской стеной. Копали ров, а землю из него выбрасывали вперед для создания вала. Все происходило в спешке, но при большой дисциплинированности и точно по указаниям командующего. Когда вал был готов, его сразу же заняли. Мужчины, ставшие на него, носили голубой китель и красный пояс. А потом Огилви выставил свою тяжелую артиллерию. Батарея состояла из одной единственной пушки, хотя из самого большого калибра, какие брали с собой некоторые крупные корабли против морских пиратов. Орудие, старую отслужившую трубу от насоса, подняли на запряженной четверкой телеге на небольшое возвышение, причем на помощь пришло множество рук. Издалека это должно было произвести очень внушительное впечатление. Так оно и случилось. Когда орудие было установлено, оно сразу же было направлено на вражеский корабль. Артиллеристы деловито сновали вокруг. Чистили жерло пушки, подтаскивали снаряды и заряжали орудие. Французы на своем корабле были свидетелями этих маневров. У капитана Фоли от нашей пушки душа ушла в пятки. Он спасал и скрылся. — Видите? — завершил лейтенант Линдсей свое повествование. Этим и окончилась большая война за Оброуд. И с тех пор ни один французский корабль не отважился побеспокоить нас здесь. — У вас хорошая память, лейтенант, и вы хорошо умеете рассказывать, — сказал Огилви, усмехаясь. — Прекрасно, что вы это подтверждаете. Вам же должно быть лучше это известно. — Как, дядя, ты присутствовал при этом? — удивленно спросила Мина. — Ты сам и есть спаситель нашего города. — А как вы думаете, фрейлин Мина, по какой другой причине ваш господин дядюшка пользуется по сей день таким большим уважением в Оброуде? — ответил вместо капитана лейтенант. — Ах, дитя, — сказал Огилви после некоторого раздумья. — Все это уже давно принадлежит прошлому. Раньше я был рубако-хвостун, мне все было нипочем. Но эти времена прошли, и хорошо, что так. Мы должны больше смотреть вперед, больше задумываться над тем, что нам предстоит. — Лейтенант, как долго вы еще намерены плыть дальше? — Не могли ли бы мы прервать ожидания, чтобы показать моей племяннице один из красивых кротов? — Они как раз сейчас вон там! — С удовольствием! Там как раз удобное место для причаливания! — согласился Линдси и указал при этом на берег почти в миле впереди. Через несколько минут их взором открылась маленькая морская бухта в обрамлении крутых зубчатых скал, на заднем плане которой виднелось несколько гротов. Эти гроты были расположены над уровнем воды, так что в них можно было попасть, не замочив ног. — Ой, как здесь красиво! — воскликнула Мина, когда маленькая суденышка вошла в бухту, лежащую в слабом сумеречном свете. — Контрабандистам здесь тоже нравится, но по другой причине. Они находят здесь отличное укрытие для своих товаров, — заметил Роб. — Я тоже так считаю, — подтвердил лейтенант. — Может быть, мне бы следовало немного полежать здесь, в засаде, и подождать этих парней. Погода для них благоприятная, и они явно не напрасно были сегодня на рейде в своей лодке. Если вы мне составите компанию, я буду очень рад. Ожидание наверняка не покажется нам долгим. Между тем солнце садилось в море за утесами. Медленно наступали сумерки. Мужчины искали укрытие для лодки, а Мина немного прошлась по берегу. Какой красивый кусочек земли! За ней почти вертикально вверх поднимались скалы. А перед собой она видела море, в зеркале которого постепенно исчезал день. Линдсей пояснил. — Я убежден, что ближе к ночи Свонки и Спинг прибудут сюда. Я получил известие, что оба мошенника получили с несколько бочонков голландской водки и спрячут их, вероятно, где-то здесь. У них должно быть в одном из этих гротов есть хорошее укрытие. Тогда я остаюсь с вами. Роб и Мина могут подняться в грот без меня. Дорога отсюда туда для меня слишком обременительна. Молодые люди охотно согласились с этим. Чуть позже они вскарабкались по скале до одного из самых удобных мест и пошли по узкой тропинке на краю берега. Через полчаса они достигли входа в грот. Грот был подлинной достопримечательностью природы. Он лежал в пене утесов вплотную у моря. Широко разветвленную просторную пещеру видно было только тогда, когда стоишь непосредственно перед ней. Необычным был и доступ с моря. Он находился так глубоко, что морская вода просачивалась туда со странным клокотанием и шипением. И вследствие подъема и опускания уровня воды пещера становилась попеременно то светлой, то темной. Роб и Мина приблизились к тому месту, откуда можно было попасть в грот суши. «Ты не подвержена головокружению? Не боишься?» спросил Роб свою спутницу. «Нет», — ответила Мина, осторожно спускаясь за Робом по скале. Скоро они добрались до входа и вошли внутрь. Кроме клокотания и шипения моря не было слышно ни звука. Взоры молодых людей непроизвольно обратились к отверстию, где вода устремлялась внутрь и снова возвращалась, и где время от времени показывались последние блики дневного света. Роб и Мина стояли и смотрели. Вдруг в слабом свете отверстия возникла лодка. Двое мужчин ловко направляли ее сильными взмахами весел. Роб и Мина сразу же отступили в одну из ниш, где было совершенно темно. Они едва осмеливались дышать. Затем заскрипела галька под килем лодки, и оба пассажира спрыгнули на берег. Это были Свонки и Спинг. — Дэвид, быстро бочонки сюда! — скомандовал Свонки. — Я не знаю, куда ты так спешишь. — Ты капуша! И поэтому уже многое от нас ускользнуло. Поторопись немного! Тут Спинг выругался. Очевидно, ему было неприятно, что его товарищ постоянно отчитывал его. — Прекрати командовать! Дик, я ведь не глупый мальчишка. Мне надоело постоянно смотреть тебе в глаза. — И мне надоело то и дело скандалить с тобой. Пора нам расстаться. И я того же мнения. Но от своей доли выручки за серебряную посуду, которую ты прикарманил, я не отказываюсь. Я считаю, что ты получил драгоценности, которые мы нашли. Так на тебя похожи. С драгоценностями ты не хочешь иметь дело. Они могут оказаться роковыми для нас. Дэвид немного помолчал, затем он добавил. — Лучше не говорить об этом. Это действительно может стоить нам головы, если кто-нибудь об этом узнает. Старого Бранда знали и любили во всем городе. Давай теперь укроем бочонки. Свонки достал из кармана пруд и кремень и зажег факел. Пламя осветило лица обоих мужчин. Мина задрожала от страха, увидев этих двоих так близко перед собой. Роб, слышавший каждое отдельное слово, мог теперь нарисовать себе полную картину того, что произошло на колокольной скале. В ярости он готов был немедленно броситься на негодяев, но овладел собой, так как хотел видеть, что они оба будут делать дальше. — Подержи свет и передай мне лопату, — сказал Дик Дэвиду. — Нам надо спешить. С лопатой в руках он искал подходящее место, чтобы зарыть оба бочонка. Вдруг он уставился на пол, нагнулся и взял в руку маленький блестящий предмет. — Дружище, Дэвид! Что это? Как сюда попала эта вещь? Мина и Роб, находясь в двух метрах от обоих контрабандистов, вжались в темноту расщелины и почти не смели дышать. Свонки держал в руках брошь с блузки Мины. Видимо, девушка потеряла ее, спускаясь в грот. Ну, теперь воры вполне могли бы недоверчиво обыскать грот, чтобы выяснить, кто потерял это украшение. Он повертел брошь несколько раз в руке и рассматривал со всех сторон. Как же она попала сюда? Но тут он почувствовал, как в обувь ему проникает вода, и понял, что самое время покинуть грот. Он быстро выкопал маленькое углубление, положил туда бочонки, набросал сверху земли и придавил несколькими крупными камнями. — Теперь прочь отсюда! Мы улизнем под самым носом у доброго лейтенанта. Старый проныр воображает, что мы его не видели. Он горит желанием обыскать нашу лодку. — Ха-ха, мальчик! Вот это будет удовольствие! Видеть его вытянувшееся лицо, когда он ничего не найдет у нас! С этими словами он прыгнул в лодку. Дэвид отвязал ее и последовал за ним. Свонки погрузил факел в воду, и он с шипением погас. Они взялись за весла и поплыли прочь. — Быстро, Мина! Нам нельзя терять времени быстро к бочонкам! Нам надо взять их с собой! Роб немедленно начал их откапывать. Это было трудное дело, так как он вынужден был копать голыми руками. К тому же в гроте стало темно, а их глаза все еще были ослеплены светом факела. Наконец дело было сделано. Руки Роба были нещадно разодраны. Они с Миной покинули грот через второй выход на скалу. Роб в каждой руке нес по бочонку. Дядюшка Огилви и лейтенант с большим нетерпением ожидали возвращения молодых людей. Каково же было их удивление, когда Роб опустил перед ними свою находку и бросился на траву, чтобы немного передохнуть. Они озадаченно смотрели на два бочонка. — Не побывали ли вы среди контрабандистов? — спросил капитан, не знавший, что и подумать обо всем этом. — Да, дядюшка, так и было. Но только на несколько минут. Вот и наша добыча. Ты удивлен, да? Роб и Мина рассказали о том, что пережили в гроте. Оба старых господина сначала потеряли дар речи, но потом лейтенант приказал поставить на лодке паруса. Оба бочонка были старательно погружены, и судно стало медленно двигаться вдоль берега под прикрытием нависающих скал. Чуть позже из воды показалась луна, и много тысяч движущихся точек света отразили ее блеск. — Там лодка! — вдруг прошептал лейтенант. Грести сразу перестали. Была полная тишина. Патрульная лодка неподвижно лежала в тени скалистой стены. Все отчетливее слышны были вблизи удары весел, и вот чужая лодка подошла. Она держала курс наоборот. — Только двое! — прошептал лейтенант. — Наши добрые друзья Свонки и Спинг! — тихо заметил Роб. — Налегай на весла! — громко скомандовал лейтенант. В одно мгновение лодка выскочила из-под скалы в открытое море, и началась возбужденная охота за лодкой контрабандистов. С невероятной скоростью оба судна скользили по воде. Контрабандисты гребли изо всех сил, но патрульная лодка шла быстрее, и расстояние до беглецов быстро уменьшалось. — Я не понимаю, зачем эти двое принимают участие в такой гонке, ведь это им совсем не нужно. Они могли бы вполне допустить проверку и убедить нас, что они предельно честные люди, — сказал лейтенант. — Но они также знают, что им не так скоро опять представится возможность поводить полицию за нос. — Как злорадно они будут смеяться, но хорошо смеется тот, кто смеется последним. — У меня предложение. Когда мы догоним этих парней, то предложим по хорошему глотку из этих бочонков. Вот они удивятся. — Прекрасно, Огилви! — с воодушевлением воскликнул лейтенант. Когда патрульная лодка приблизилась к беглецам на расстояние, равное длине нескольких весел, лейтенант приказал обоим контрабандистам остановиться. Им следовало поднять весла и оставаться сидеть. — Полиция, господа! Позвольте осмотреть лодку! — О, сэр, пожалуйста! Если бы мы предполагали, что это патрульная лодка, то нам не надо было бы удирать. Мы думали, что имеем дело с контрабандистами. — Пожалуйте к нам в лодку. Мы честные люди! — говорил Дикс Вонке с самым честным выражением лица. За несколько минут лодка контрабандистов была тщательно проверена, но контрабандных товаров там не оказалось. — Рад за вас, что все в порядке. Вы, наверное, рыбаки? — Да, господин, мы рыбаки, и нас хорошо знают некоторые из ваших людей. — Тогда счастливого вам плавания! Сожалею, что задержал вас. — Не могу ли я предложить вам глоток настоящей голландской? Сегодня так редко встретишь в море честных людей! Свонки и Спинг обменялись коротким взглядом. Почему лейтенант был с ними так вежлив? Или что-то за этим кроется? Каждому из них налили по полному стакану голландской, и они осушили его одним глотком. — Хорош, глоточек! — заявили оба, вытирая рот рукавом. — Контрабандный товар! — сухо заметил лейтенант. — Видите ли, королевский налоговый инспектор достаточно порядочный человек, для того, чтобы дать честным людям немного из того, что бесчестные мошенники взяли хитростью и обманом. Затем он приказал своим людям в лодке достать один из бочонков и еще раз налить обоим рыбакам. Когда Свонки и Спинг увидели бочонок, у них от испуга открылся рот. — Что с вами? Разве голландская так бросилась вам в голову? Или вы никогда в жизни еще не видели такого бочонка? А у меня даже два таких, и оба найдены здесь, поблизости. — Эй, господин лейтенант! — вмешался капитан Огилви. — Не яд же в этих бочонках, от которого у обоих господ заболел живот. Взгляните на их лица. — Не беспокойтесь, дорогой Огилви, это уладится. — Это настоящее голландское, можете мне поверить. Мне бы и в голову не пришло, что те гроты наверху так хорошо подходят для этого. — Контрабанда? Там, в гротах? Свонки пытался говорить бодрым тоном таможенника. — Вы уверены? Когда-то там действительно что-то находили. Но какой идиот станет тайком прятать там свое добро? Еще и сегодня. С таким же успехом можно было бы искать сокровища на колокольной скале. — Ну, не скажите. Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как там, на колокольной скале, были найдены драгоценности. Ценные, ювелирные украшения, дорогой мой. Вы удивлены, не так ли? Затем лейтенант повернулся к своим людям и приказал им взяться за весла. — Доброй ночи, господа. Мне было приятно провести с вами время. И патрульная лодка исчезла в темноте ночи. Свонки и Спинг долго смотрели ей вслед. Их глаза были такими же большими и круглыми, как флорентийский гульден. Всю зиму напролет Роб работал вместе с Джейкобом Довом в мастерской Оброда. Они стали большими друзьями. Иногда по вечерам, обычно по воскресеньям, они с Форсейтом Дэнсби и некоторыми другими людьми приходили в дом вдовы Бранд, чтобы вместе почитать Слово Божие и помолиться. Эти часы много значили для них и были для всех настоящей благодатью. Свонки и Спинг, наоборот, продолжали свои темные дела. Спинг очень медленно оправлялся от страха, который нагнала на него ночная встреча с патрульной лодкой. Робу снова и снова приходилось думать о том, что он слышал в Джеледгроте. Он честно беседовал об этом со своим дядей и обеими женщинами, но дело по-прежнему оставалось неясным. Точно известно было только то, что оба рыбака, Свонки и Спинг, нашли на колокольной скале труп капитана Бранда. Но кому принадлежат эти драгоценности, о которых они говорили? Снова и снова мысли об этом деле начинали преследовать его, и он не находил ответа на мучившие его вопросы. Наконец-то он сказал себе, что один бог может вывести на свет сокрытые во мраке. И тогда его сердце успокоилось по этому поводу. С началом весны снова были возобновлены работы на колокольной скале. Джейкоб Доуф, Роб и некоторые другие рабочие сопровождали господина Стивенсона в его первой разведывательной поездке. Им всем казалось, что они посетили старого друга, который перенес немало трудностей со времени последней их встречи. Через сильную подзорную трубу уже можно было убедиться, что леса выдержали зимние шторма. Тогда мужчины захотели проверить состояние лесов на месте. Когда их лодка причалила, они увидели, что все было таким же, как и прошлой осенью. Мужчины очень обрадовались этому, особенно предприниматель господин Стивенсон. Теперь он был полностью убежден, что ему удастся довести до конца огромное дело. Аварийную башню, которая до сих пор представляла собой, собственно, огромную платформу, следовало достроить намного скорее. В ней должны были расположиться в два этажа под крышей несколько помещений, которые в первую очередь служили бы постоянным укрытием для рабочих. Уже на следующее утро началась работа, прерванная полгода назад. Все силы были отданы прежде всего достройке аварийной башни. Уже через неделю состоялось новоселье. На шести огромных столбах, закрепленных глубоко в скале, стоял дом для моряков. Издалека он был похож на голубятню. В нем было четыре помещения. Кузница, кухня, контора предпринимателя и спальня для рабочих. Еще до окончания строительства повар Брейнер попросил предпринимателя разрешить ему первым провести ночь на аварийной башне. Жизнь на корабле в прошлом году он все еще вспоминал недобрым словом. Господин Стивенсон охотно разрешил ему это. Однако из остальных никто не высказал готовности составить ему компанию. Когда лодки были готовы отчалить, чтобы вернуться на корабль, он пожалел о своем преждевременном решении. Теперь он испугался. Но он не был совсем один. Его собака Пегги осталась с ним. Когда лодки отплыли, О, Коннор прокричал оставшемуся. — Если вдруг ночью башня опрокинется, быстро ползи в бочку для сухарей. В ней ты точно сможешь добраться до берега. Но Брейнеру было не до шуток. — Пойдем, Пегги, заберемся наверх, — сказал он своей собаке, потому что уже ощущал, как несколько дерзких волн добрались до его ног и промочили их. Пегги смотрела вслед лодки и тихо скулила. Хотя этой ночью и не было шторма, но море было очень неспокойно и вздымало высокие волны, сотрясавшие каркас до основания. Было жутко, когда ветер завывал под основанием платформы. Брейнер приготовил себе в кухне скромную еду, дал немного Пегги, завернулся в спальне, в одеяло и попытался уснуть. Но он долго лежал без сна. Пегги иногда вторила завыванию ветра, и тогда Брейнер вскакивал, протирал глаза и соображал, где он находится. К утру море наконец-то стало спокойнее. И Брейнер заснул. Проснулся он тогда, когда солнце стояло высоко в небе. И Доуф просунул голову в люк, чтобы поприветствовать Брейнера громким «Доброе утро!». Брейнер заснул так крепко, что не заметил, как пристали лодки. Пример Брейнера быстро нашел последователей. Отныне несколько рабочих выбрали своей постоянной квартирой аварийную башню. Теперь, если позволяли море и погода, можно было работать день и ночь. Люди по-прежнему могли проводить ночь на корабле. Но все, кто хоть немного страдал от болезни, захотели переселиться в аварийную башню. Там они чувствовали себя намного лучше. Никто из них не мог предположить, что эта башня скоро станет для них всех ужасным местом. Потому что в одной из следующих ночей разразился шторм, чуть не опрокинувший башню. Все, кто пережил это событие, навсегда запомнили его до малейших подробностей. Днем раньше на платформе понадобился ремонт кузницы. Для этого наковальню снова поставили на прежнее место на скале. Люди работали до наступления прилива и использовали каждую минуту. Даже после наступления темноты работа не прекратилась. Стройплощадка была ярко освещена факелами. Погода была весьма благоприятной. В небе ярко сияли звезды. Дым от огня кузницы поднимался ввысь прямо, как свеча. Однако на море было сильное волнение. С громовым угулом подкатывались высокие волны, но сквозь их бушевание слышался бесперебойный звон ломов и зубил, а также удары кузнечного молота. От зноя кузнечного огня и света факелов скалы казались темно-красными, а пена грибней волн светло-зеленой. При этом рабочие выглядели на светлом фоне темными фигурами, а некоторые из них казались в мерцающем свете блестящими. Время от времени в круг света попадали кричащие чайки. Волшебная и прекрасная картина, окруженная ночным мраком. — Сегодня вечером у нас еще много работы, — сказал Доуф и вытер пот со лба. — Порядок, — ответил О'Коннор. — Не значит ли это, что мы должны есть хлеб в поте лица своего? С этими словами он снова привел в действие воздуходувные меха. Роб был занят ремонтом кузницы, и О'Коннор заменял его у воздуходувных мехов. — Какой тяжелый воздух, — сказал Доуф. — Этой ночью будет шторм. — Может, ты и прав, — ответила словоохотливый ирландец. Рыбы тоже погуляли и ушли вглубь. Не успел О'Коннор договорить, как накатила сильная волна и брызнула пеной ему в лицо. Скоро пришла вторая, еще больше, обрушившая мощный водяной шквал на скалу и потушившая огонь кузницы, что вынудило рабочих вернуться на аварийную башню. Доуф с трудом пытался укрыть воздуходувные меха. Он был последним из рабочих, которые быстро собрали свой инструмент. И мокрые до нитки поднялись по лестнице в аварийную башню. Через некоторое время море покрыло скалу, которая только что была местом оживленной деятельности. Все еще не ощущалось ветра, но в ночном небе громоздились массы темных облаков. — Братцы, давайте поедим! — предложил Бреннер. Все очень ценили Питера Бреннера, хотя он и был невелик ростом, беспомощен и неуклюж в движениях. Но был отличным поваром и обладал еще целым рядом умений, которые были весьма кстати рабочему на колокольной скале. В течение своей бурной жизни он некоторое время исполнял обязанности конюха. Был солдатом, таможенником, приказчиком, даже помощником аптекаря. И приобрел необходимую сноровку в обращении с пинцетом и ножницами. Выписывал рецепты, составлял всевозможные лекарства и удалял больные зубы. Короче, Питер Бреннер был незаменим. Постепенно коллеги открыли у него еще один талант. Питер Бреннер был отличным рассказчиком. Часто он помогал им в их небольших бедах, а в перерывах между работой разгонял скуку историями. И вот теперь, когда он позвал обедать, на его приглашение охотно откликнулись. Скоро более двадцати человек с хорошим аппетитом сидели за вкусным ужином. То, что все молчали, служило доказательством кулинарных способностей Бреннера. После еды языки развязались, и началась оживленная беседа. Только Джордж Форсайт был странно тих. Он держался за щеку обеими руками и делал при этом жалобное лицо. «Что с тобой?» – участливо спросил Роб. «Зуб болит, сил больше нет». «Только и всего? Этому легко помочь!» – воскликнула Коннор. А несколько человек дали свои советы по поводу того, что лучше всего предпринять. «Лучшее средство – горячая вода, набрать полный рот, а голову сунуть в ведро с очень холодной водой». «Однажды мне убили нерв раскаленной иглой». «Лучше всего раскаленным прутом. Больной зуб завязывают ниткой, а другой конец нити привязывают к косяку. Затем бедняги, которые должны закрыть глаза, суют раскаленный прут под нос. «Ты не поверишь, как быстро вырывается зуб!» Бедный Форсайт внимал добрым советом своих товарищей, но, разумеется, находил в них мало приятного. Болтовня мужчин потихоньку продолжалась, как вдруг очень сильный порыв ветра потряс аварийную башню до основания. Мужчины вскочили и бросились к двери и окнам, чтобы выглянуть наружу. Там была глубокая тьма до тех пор, пока яркая молния не осветила темную, как воронье крыло. Ночь и не стало светло, как днем. Последовавший затем гром был таким оглушительным, что мужчины зажали уши. Вслед за этим начал бушевать такой шторм, какой им редко случалось видеть до этих пор. Их желание шутить пропало. «Что ты думаешь о погоде, Роб?» спросил Доуф. «Кажется, приближается большой шторм. Я предпочел бы находиться на каком-нибудь приличном корабле, чем на этом каркасе». Снова башня застонала под сильным порывом ветра, и яркая молния, сопровождаемая оглушительным раскатом грома, заставила людей замолчать. Со страхом они смотрели друг на друга. Лишь Бреннер, казалось, не знал страха. Он все еще орудовал на кухне и составлял тарелки и приборы в большой стеной шкаф. Когда он кончил, то сказал, «Вы боитесь?» «Я думаю, этот ящик, который всю зиму сопротивлялся штормам, выдержит летний бриз и не расшатается. Форсай, дружище! У тебя такое лицо, как будто наступил конец света!» «Полно, Бреннер!» «Ты не так уж не прав», — ответил на это Бреннер. «Я думаю, вы все уже слышали, что случилось однажды с Эдинстонским маяком. В одну весьма похожую на эту ночь его снесло штормом вместе со всеми работающими на нем людьми, и больше о них не было ни слуху, ни духу. «Я уже кое-что об этом слышал», — вмешался Роб. «Но поскольку ты лучше знаешь об этом событии, ты мог бы много рассказать нам о нем. Никто из нас и не помышляет о сне», — другой мужчина добавил. «Да, доставь нам удовольствие и расскажи, что ты об этом знаешь. Может быть, наш дорогой плотник забудет о своей зубной боли?» И Бреннер начал рассказывать. «Уже почти сто лет назад прошло с тех пор, как заложили фундамент Эдинстонского маяка. Если я не ошибаюсь, это было в 1696 году. До этого времени скалы там были такими же опасными, как наша колокольная скала. Эдинстон расположен в Британском канале, в 12 милях от Плимута и в 10 милях от Реймсгетта. Я проезжал мимо него так близко, что, постаравшись, мог бы добросить до него сухарь». Итак, в 1696 году правительство решило соорудить на этой скале маяк. Почетный подряд на это получил предприниматель по имени Уинстонли. Это был необычайный человек, трудолюбивый, ловкий и очень мужественный, как будто бы созданный специально для этого дела. До того он построил в Лондоне много искусственных каналов, а его квартира была оборудована большим количеством необычных приспособлений его собственного изобретения. Так что имя этого человека было известно всему Лондону. Он, казалось, по всем статьям подходил для строительства Эдинстонского маяка. Когда ему предложили это дело, он сразу же был готов взяться за него. Это было связано с большими трудностями, потому что скала, на которой нужно было построить башню, стоит очень далеко от суши, а море в этом месте, между берегом и скалой, как раз очень неспокойное. Поэтому доставка стройматериалов была очень опасной, и ни одна лодка при этом опрокидывалась килем вверх. В конце 1698 года там впервые был зажжен свет. Незадолго до этого предприниматель хотел провести ночь на башне с несколькими отважными людьми, чтобы показать, что ей вполне можно доверять. Но вместо одной ночи получилось одиннадцать. Одиннадцать дней и ночей и ночей бушевал шторм с такой силой, с такой силой, что не было возможности вернуться на сушу. У них скоро кончились продукты, а одежда совершенно промокла. Как они говорили потом, море вздымало пену на берегу всего более ста футов над верхушкой маяка. После этих одиннадцати ночей мужчины были совершенно измучены. В 1703 году надо было произвести на башне некоторый ремонт. Уинстонли прибыл в Примут, чтобы лично руководить работами. Как раз в те дни все громче раздавались голоса о том, что башне грозит опасность. И надо рассчитывать на самое худшее. Но когда друзья предостерегали предпринимателя и просили его не ночевать на башне в плохую погоду, Уинстонли смеялся и считал, что именно в плохую погоду можно было бы лучше всего определить, как обстоит дело с прочностью башни. Бедняга! В одну из следующих ночей необычайно сильный шторм снес Эддистонский маяк. На следующее утро башни над скалой уже не было видно и не нашли ни одного человека из поднявшихся на башню. А лишь несколько металлических опор возвышались на том месте, где прежде она находилась. «Ужасно», — сказал Форсайт. «Да, и самое скверное то, что вскоре после того, как погас свет этого маяка, потерпел крушение корабль из Ост-Индии со множеством людей на борту, которые погибли все до одного в считанные мгновения. По этой причине тогдашнее правительство немедленно снова принялось за дело по строительству новой башни. Но до начала строительства прошло, к сожалению, три года, за которые произошло еще несколько кораблекрушений. Время строительства новой башни составляло два года, относительно небольшой срок. В 1708 году на башне впервые был зажжен огонь. Башня была сооружена из камня и дерева, и почти 50 лет сопротивлялась натиску стихий. Но особое несчастье повлекло за собой гибель этого маяка. Я хочу вкратце рассказать вам об этом. Еще во время строительства на скале высадился один пират. Взял в плен рабочих английских граждан и увез их во Францию. Однако французский король узнав, каким важным не только для Англии делом занимались эти люди, немедленно освободил их. Они снова могли вернуться на свою скалу и продолжать работу. Позже, когда башня была опущена в действие, двое из них получили места смотрителей. Они должны были неделями жить на башне и поддерживать огонь маяка до тех пор, пока их не сменяли два других. Если бы им срочно что-то понадобилось или вдруг что-нибудь случилось бы, то они должны были вывесить на верхушке башни флаг. На суше подняли бы тревогу и послали бы туда лодку. Случилось так, что один из двух смотрителей внезапно заболел и умер через несколько часов. Его коллега вывесил флаг. Но как раз в эти дни сильно штормило и никто не увидел аварийного сигнала. Когда его все же увидели, прошло еще несколько дней до того, как смогли послать с суши лодку, так как море было необычайно взволнованным. Смотритель маяка все эти дни держал умершего рядом с собой из-за опасения, что его могут посчитать убийцей. Что это значило для бедняги целыми днями находиться с трупом? Полно, Брейнер! Тебе не надо так подробно рассказывать нам об этом! Прервал его Доуф. Продолжай, Брейнер! Закричали другие. И Брейнер продолжил. С тех пор на башне всегда было по три смотрителя. Многие годы башня выполняла свое назначение и не один корабль спасала от верной гибели. Пока в 1755 году на этой башне опять не случилась беда. Когда один из смотрителей во время контрольного обхода поднялся наверх к лампам, вся световая установка была объята пламенем. Он сразу же позвал на помощь товарищей, но людям не удалось погасить огонь. Языки пламени быстро перебрались на нижние этажи, прежде всего на жилые помещения. К счастью, с берега заметили пожар и своевременно доставили служителей на сушу. Один из трех потерял рассудок, вскоре второй умер от ожогов и только третий оправился от ужаса. Башня вместе со всем оборудованием оказалась добычей пламени. Несколько дней она, раскаленная до красна, стояла над волнами, как факел, а затем обрушилась. Таков был конец второй башни в Эдистоне. Третья башня, которая стоит уже свыше половины столетия, прочная, как скала, и, вероятно, сможет выполнять свое назначение еще в течение многих лет. Она была построена в 1756-59 годах и оборудована двадцатью четырьмя светильниками. Строителем был господин Смиттон, в честь которого назван один из наших кораблей. Он, должно быть, был не только очень ловким мастером-строителем, но и очень набожным человеком. Вокруг нижнего этажа он велел начертать изречение. Если Господь не строит дом, напрасно работают над ним строители, а наверху на башне прямо под фонарями стоят слова «Хвала Господу! Я думаю, что господин Смиттон хорошо сделал, что посвятил свое сооружение милости Божией. Только этим можно объяснить тот факт, что это сооружение остается прочным по сей день». «Я думаю, что Бог благословит и нашу работу», заметил Доуф. «Господин Стивенсон тоже знает, что это дело может удаться только в том случае, если его благословит Бог». Стивенсон тоже ощущает свою зависимость от небес, от мудрости Всевышнего. Закончился рассказ Брэннера, но не шторм. Люди, уставшие от дневного напряженного труда, разбрелись по своим койкам, но никто не мог заснуть, потому что ветер стонал настолько сильно, что башня скрипела по всем швам. «Да смилуется над нами Господь», сказал Доуф, кинув взгляд наружу. «Я думаю, мы хорошо сделаем, если еще некоторое время не станем раздеваться». «Почему?» легкомысленно спросил у Коннор. «Если наша голубятня устоит, то безразлично, спим мы или бодрствуем, если же обрушиться, все равно сидим или лежим». «Не слишком ли легкомысленно вести такие речи перед лицом смерти?» вмешался Роб. «И я так считаю», подал голос Доуф, «Я думаю, вы не будете против, если я прочитаю для всех нас отрывок из Слова Божия». Никто не возражал, и кузнец достал свою Библию и прочел несколько стихов из псалмов. Только он закрыл книгу, как огромная волна накатилась на башню и основательно встряхнула ее. Из верхней части башни водяной поток через люки проник внутрь, оторвалась часть крыши, а снизу из кузницы был слышен сильный шум. Роб спустился по лестнице и огляделся. Все помещение было в странном беспорядке. Его наружные стены в противоположность жилому помещению были сбиты из одних досок, слишком тонких, чтобы выдержать такой шторм. Инструмент оказался частично смытым. Роб попросил товарища помочь ему отнести оставшийся инструмент. Ему постоянно приходилось крепко держаться одной рукой за перила, когда он выглянул сквозь отверстие в дощатой обшивке наружу, туда, где под мрачными облаками бушующее море призрачно освещалось фосфорисцирующим мерцанием грибней волн. Он увидел, что Смиттон больше не стоит на якоре, как обычно, с подветренной стороны скалы. Он спросил себя, не потонул ли корабль, или же он снялся с якоря, чтобы поискать убежище в каком-нибудь порту. Тут мощная волна ударила по постройкам аварийной башни с такой яростью, что роба бросила через всю мастерскую. Он собрался с силами, вскочил на ведущую наверх лестницу и еще раз позвал товарища спуститься наконец к нему и побыстрее собрать инструмент, чтобы его не смыло в море. О, Коннор и еще несколько рабочих спустились по лестнице и помогли ему отнести наверх немногие оставшиеся инструменты и приборы. Это было опасно, боковые стены мастерской были частично сорваны, шторм врывался внутрь и осыпал мужчин сильными каскадами брызг. Наконец люди снова собрались на верхнем этаже, но и там шторм не оставлял их в покое. Кухня была полна дыма, вода проникла и сюда сквозь щели в наружных стенах. Шторм бушевал еще некоторое время, пока, как им показалось, немного не поутих. Форсайт стоял, прислонясь к крепкому косяку, держась обеими руками за щеку и громко стонал. Зубная боль у него вдруг стала настолько сильной, что молодой парень чуть не проклинал жизнь. Брейнер стоял около него и уговаривал, «Ведь это дело одной минуты, Форсайт. Позволь мне вырвать зуб, и ты успокоишься». «Ну тогда давай, но чем ты хочешь его тащить?» Плотник недоверчиво смотрел на руки Брейнера. «Маленькими клещами, Доу, чем же еще? Все выйдет на славу, вот они». И уже в следующую секунду он держал клещи в руке и тянул Форсайта на скамейку. Несколько человек стояли рядом и не хотели отказать себе в удовольствии посмотреть на это зрелище. «Двое из вас должны крепко держать его», приказал Брейнер и засучил рукава. «Нет, нет!» сопротивлялся Форсайт. Лицо его побелело как мел, и он с паническим страхом уставился на клещи в руках Брейнера. «Надо, Форсайт, Дов и О'Коннор, хватайте его под руки! Лозан и О'От, вы крепко держите его ноги!» «А ты, Роб, держи ему голову!» Форсайт отдал бы все свое состояние, чтобы вырваться теперь на свободу, поскольку внезапно от его зубной боли не осталось и следа. Брейнер уже орудовал клещами у него во рту. Форсайт заранее начал кричать от боли, клещи сомкнулись, последовал рывок, ужасный крик, и клещи соскользнули. И, к счастью, потому что Брейнер схватил не тот зуб. «Еще минуточку, Форсайт!» кричал О'Коннор бедному страдальцу. «Еще минуточку, Брейнер знает свое дело!» Снова клещи во рту Форсайта. И опять раздался громкий крик. Мученик вскочил на ноги, но Брейнер гордо поднял клещи. «Вот он, Форсайт! Поздравляю, он у нас! Он никогда больше не причинит себе боли!» Мужчины радовались вместе с молодым плотником, что маленькая операция удалась, и мучением их товарища пришел конец. Рана у Форсайта некоторое время кровоточило. Затем Брейнер наложил на нее кусочек чистого материала, велев Форсайту прикусить его и лечь. Форсайт любезно кивнул Брейнеру. У него на лбу выступили бусинки пота. Он скрылся в своем углу и в ближайшие часы больше не показывался. За остаток ночи шторм возобновился с еще большей силой. Опять взбудораженное море обрушило на аварийную башню неистовые потоки воды и забрасывало свою пену даже в мельчайшие щели наружных стен. Мужчины молча сидели на кухне и слушали вой стихий. Сильный грохот под ними заставил их предположить, что кузница теперь окончательно разбита и они потеряли остаток инструмента. Огонь на кухне уже давно не горел и мужчины страшно мерзли в своей промокшей одежде. Каждый из них сознавал серьезность своего положения. Некоторые видели в этой опасности перст Божий, который хотел указать им на вечное спасение и преисполнение благочестивых мыслей. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok